ДИМОНЕССЯ Итак, у нас достаточно тут героев, поэтому я решил сделать обзор на злодея, на одного из злодеев, и это Лавария. Лавария это женский персонаж, такая демонесса, и я так понимаю, что здесь должно быть довольно-таки интересно в плане самой фигурки и деталей каких-то, ну и вообще у нас еще стенда пока не было со злодеями, были героические стенды дисплеи, а теперь злодейские, давайте распакуем. Это здорово, что злодеи получили не только собственные стенды, но и собственные силы, которые мы можем просканировать для своих Некса-рыцарей, ну, как, знаете, как магию изучают в этих онлайн-играх, в различных, ну, или вообще в РПГшках. Вот здесь, я так понимаю, что-то вроде того получается. Итак, вот все детали, и, кстати, забыл сказать, я что-то в конкурс решил привезти, поэтому смотрите до конца, там будут условия. Из интересного сразу мне попадается тут арбалет, он очень клевый и по-настоящему стреляет. Вот эти шипованные детали, такая вот деталь у меня всегда интересная была. Такой элемент, вот смотрите, интересная прозрачная деталь какая с каким-то отверстием, ну, разберемся для чего она чуть позже. Прозрачная оранжевая деталь с фактурной такой поверхностью здесь, видите, все вот так вот переливается, потому что много граней. Ну, и, конечно же, у нее абсолютно другой щит в виде такого черного, более каменного, что ли, замка, стены замка. И какая-то такая коробка. Ну, и, конечно же, тут свои собственные Nexo силы. А, еще и змеи тут есть. Давайте соберем и посмотрим, что у нас получится, как будет выглядеть лавария в собранном виде. Итак, вау-вау-вау-вау, какая же это крутая фигурка. Действительно зловещая, демоническая и очень клевая. Здесь много всего интересного есть, поэтому давайте рассмотрим. Конечно же, начнем с ее стенда, с ее пьедестала, с ее дисплея, как хотите так называйте, но это довольно круто, потому что он отличается сильно от стендов рыцарей и явно тут собственный такой собственный дизайн. Хотя общая, общая концепция единая, то есть по сборке, но используются другие элементы, другие цвета и выглядит действительно по-разному. Ну, это здорово. Здесь, что видите, для большей агрессивности дизайна сделаны такие шипы. Ну и, в общем, здесь, что видите, для большей агрессивности дизайна сделаны такие шипы. Ну и сама подставка хороша, имеет такую же конструкцию, как и подставки для героев, но из-за других элементов дизайна выглядит по-другому. С этой стороны у нас сила испепеления, мы видим, находится ящик, в котором вскрываются патроны для арбалета нашего. Арбалет вот здесь закреплен, но покажу чуть позже, как он сидит в руке и как стреляет к тому же. С этой стороны у нас ядовитая атака, очень красивый элемент силы, в которой на щите будет здорово смотреться, и две змеи. Я так понимаю, она будет кидаться этим змеем. Ну и, собственно, ультимейт Лавария, и вау, просто вау, очень мне понравился этот паучий образ её. Классно сделаны ноги, и сама фигурка, ну вообще, интересная. В руках Лавария держит щит с нексо-силой атаки жуков, и у неё оружие, двухсторонняя палка какая-то с ножами, с красными. Сзади крепятся крылья, кстати, крылья крепятся, сейчас я вам покажу, как раз на, а, сейчас, на вот этот вот прозрачный элемент. Помните, я вам показал, он как рюкзак, вот так цепляется, и сзади две такие, два пина образуются, можно что-то на них цеплять. То есть, видите, не нужна никакая дополнительная деталь в виде там какой-то брони, ну и просто вот как рюкзачок зацепили вот эту полупрозрачную деталь, и как будто крылья растут из спины. У демонов, у монстров, как и у рыцарей, очень классные принты. На торсике, посмотрите, у неё тоже не исключение. На голове мы видим капюшон, и тут вот такое выражение лица. У них у всех какие-то ухмылки, это здорово, так добавляет, немного, знаете, более живым делает это выражение лица, добавляет какую-то изюминку. А с другой стороны, хищный оскал, и тоже здорово проработан. В этом варианте, как вы видите, у неё нету таких обычных леговских ног, а такие вот паучьи. Но этот набор крут ещё и тем, что тут всё-таки есть леговские ноги, и оп, мы можем просто обычно получить мини-фигурку без вот этого элемента. Это же просто супер, просто можно его пустить либо на детали, либо просто как отдельный, посмотрите, это сам по себе как паук похож какой-то. Ну и вообще, фигурка-то классная, фигурка интересная. Посмотрите, принт, если сочетается как-то на ногах и на торсе, и выглядит классно, эти когти, эти завитушки на её броне. Ну, интереснее всего и более зловещая она выглядит на этом стенде вместе со своими паучьими ногами. Круто же, скажите. Сделяем Nexu силу на испепеление и начинаем стрелять из нашего арбалета. Вау! Подзаряжать мы арбалет можем из нашего ящика. Стреляет, кстати, мощно арбалет. У меня ещё не было в наборе ни в одном арбалета, поэтому мне нравится. И выглядит классно. И стреляет очень бодро. Вот так нажимаем и... Вау! Улетает. Как не бояться такое сильное оружие класть в наборы. Но здорово, но здорово. А это у нас сила ядовитой атаки и змея в руке. В общем, она может кастовать этих змей. Ну, слушайте, действительно, как будто RPG-шных героев из игр, из компьютерных перенесли в LEGO мир какие-то способности. Выбрали эту способность. Умеет это, выбрали это, умеет это. Мы изучаем их, ищем их, цепляем на себя, в инвентарь кладём и так далее. В общем, очень на это похоже. Ну, вот такой получился очень интересный набор. Напомню, стоит 750 рублей. На старте продаж, конечно, да, и цена не маленькая. Но, опять же, мы вспоминаем какие-то наборы подобные. Чима, Ниндзяга. Но мне эти наборы, если честно, нравятся больше. Потому что они как-то продуманы. Выглядит на них фигурка намного интереснее. И интерактива с ними больше. Ну, а если вы хотите услышать более подробную историю про каждого персонажа, то ставьте большой палец вверх. И я спишу отдельный ролик, где расскажу про персонажей. И расскажу их историю. Ну, чтобы не увеличивать время обзора. И так получилось немаленьким. И вот выглядит эта подставка относительно наших других подставок, на которых уже был обзор, на наших добряков. И очевидно, да, что это подставка зла для зла. Ультимейт наборов одиночных вот этих, наверное, я сделаю до следующего на Аарона. Уж очень хочется посмотреть на него. Не знаю, почему-то интересная просто фигурка сама по себе. Хотя они все интересные весьма. Но какой же конкурс будет? Конкурс будет большой. То есть вам нужно будет принимать участие до конца месяца этого конкурса. Естественно, вам нужно будет подписанным быть на канал и выполнить некие условия для того, чтобы получить наборы Nexo Knights. Но, в принципе, это время прилетит быстро, а вам-то всего лишь нужно будет замечать. Вот в этом выпуске вы, наверное, заметили, или нет, была ли в левом углу картинка с Мерлоком? Появлялся ли Мерлок 2.0? Это маг и волшебник из этой серии, такой цифровой волшебник. Появлялся ли в этом углу? Если появлялся, то посчитайте, сколько раз. И запишите себе куда-нибудь. В конце месяца вам нужно будет общее количество. В роликах появлялся, сколько он раз. И тогда вы получите отличные подарки LEGO Nexo Knights. Ну, естественно, вам нужно поставить лайк этому видео и сделать репост в видео. Потому что, ну-ка, мы посмотрим. Если у вас будут репосты в видео моих с обзорами на LEGO Nexo Knights, и вы правильно ответили на вопрос, сколько было Мерлоков всего в обзорах на LEGO Nexo, то вы получаете приз. Если нет, то нет. Но хотелось бы мне вам отдать приз, так что давайте участвуйте. Ещё раз повторю, если хотите получать крутые наборы LEGO Nexo Knights в конце этого месяца, то вам нужно быть подписанным на канал, поставить этому ролику лайк и сделать репост этого ролика ВКонтакте. Ну, это стандартная процедура для всех роликов по Nexo Knights. И в том числе посчитать количество Мерлоков. Если их не было за весь выпуск, то так себе запишите, что ноль было. Если какое-то количество было, то запишите, сколько. В конце вы в общую сумму сложите, их будет не такое количество огромное. Ну, в общем, сложите и посмотрите, сколько же всего было Мерлоков. И среди тех, кто правильно ответил на вопросы, кто подписан на канал, кто вставил лайки и кто делал репосты, я разыграю наборы, новенькие наборы LEGO Nexo Knights. Прям свежак. Пойду в магазин, куплю для вас и отправлю. На этом всё. Пока-пока. До новых встреч и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!